Моя Родина в Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Так, здравствуйте, друзья. С вами вот тут. Это Красный Хутор. Это Шушенский район Краснодарского края. И вот, что здесь написано. Плодовый питомник плодовых деревьев мировых стандартов. Сейчас приедут красноярцы, я решил, воспользуя этим случаем, показать, чем торгует Сергей, мой лучший ученик, по совместительству мой сын. Значит, что такое золотая осень? Сегодня 20 какое-то число, 20 какое-то сентября. Вот это золотая осень. Заодно можете посмотреть, знаете, на что? Вот это вот деревья, вот там белый столб, видите, это рабица, за ней соседский сад. И вот эти мощные деревья, вот вы видите грушу, да, посаженные моими руками, один раз полито. С тех пор прошло примерно 15 лет. Урожай сумасшедший. Селевея такая же груша, но только другой сорт. Отсюда больше не видно. Но когда я говорю мировых стандартов, это поозначает, что в Сибири не все должны быть мертвы. А мы не мертвы. Дошло до того, что еще раз, просто вижу отсюда, только вот это дерево, вижу грушу культурную. И она была один раз полита моими руками до, во время посадки. Ну, была обрезка сделана, я так всегда делаю, подарил соседям. Подарил много, десятка три. Здесь просто в просвете видно только одну. Вот, половину их уничтожил родственник соседей. Он прямо зверски резал, считая, что это неправильное деревье. Ну, а что выжило, вот вы видите. Половину все-таки выжило после его смертельных обрезок. Ладно, это все, как это мировые стандарты, не завязает в Сибири. Это особая агротехника, она и щадящая. Да, мы обязаны резать при посадке, при пересадке. Вот, иначе не выкармливают, и в верхушке пропадает, пол дерева пропадает. Покрывается морозобой, но это просто замерзает, когда корни искалечены. И вот сейчас 20, какое число, может быть 23, может 24 сентября. Уже льтом покрывается по ночам бочки, корка льда. Вот маленький минус. И Сергей ждет констоярцев. Сейчас они подъедут, а я, пока они не подъехали, посмотрю, вот, что Сергей для них приготовил. Обычно история кончается. Увезли, продали, и все на этом. А на самом-то деле, на самом деле, только в этом саду имеется продолжение. Это не рынок. Продал, забыл, умер, вырубил. Да, что там срубил? Просто выдернул. Вот. А вот это вот проходит годы, и люди приезжают снова и снова. Итак, смотрим. Где там наш герой? Ага. Посмотрите еще раз на эту физиономию. Почему? Потому что таких на всю Сибирь ровно один, питомниковод, который славится неубиваемыми деревьями. Вот. Многие пытались их погубить. Обычно это делается так. Вызывается. Сережа, я тебе не рассказывал, нет? А, давай я расскажу для всех. И тебе. У тебя пока минутка отдыха. Хоть ты спать хочешь после ночной. Но ждем касается. Слушай сюда. Говорил, не говорил, говорю для всех. Вот. Сизой. По улице Набережная. Дом не буду называть. Там растут шикарные абрикосы наши. Ты взял, посадил, или хотя бы привез ты. Не знаю, кто садил. Два абрикоса или три. Вспоминай. Им в прошлом году примерно. Вот. Не, я не возил. Нет. Они сказали ты. А знаешь, почему ты? Слушай внимательно. Сейчас помнишь. И так. Они сказали. Это саженцы вашего сына. И ваш сын запретил к ним подходить. То есть посадил, запретил подходить. Сейчас вспоминать будешь, Соня. Так вот, что было дальше. Приходит их родственник, близкий очень родственник, с секатором. И сказал, сейчас я буду их улучшать, твои саженцы. Они сказали, Сергей Железов запретил улучшать. Сейчас этот швыряет секатор. Ноги моей тут не будет. Это он говорит своей родной душе. То есть своей сестре. Примерной сестре. Вот. И исчезает. Тут появляюсь я. Так. Я им один персик обещал. Два. Но они один раз думали. И еще хотят у тебя взять грушу. Вот. И подводит меня к этим двум персиковым абрикосам. Вот. А они пушистые, пушистые. Ну, как всегда. Верхушку отрежешь. Они пошли боковые ветки давать. Так ведь? Ну. А дальше что было? Скажите, где тут резать? И тут-то и выяснилась эта история. Сергей запретил. Родственники психанул. Швырнул секатор. А я Железов должен выступить старший арбитром. Я также подошел к нему. Сказал, что от него делать? Прекрасно растут саженцы твои, Сергей. Вот. Ну, в общем, вот такую историю я рассказываю по этому, настоящему. Теперь с тебя еще грушу привитую требуют, чтобы я с тебя это вытряхнул. Ты договорись и это, конкретно, а я могу сам отвезти, потому что я им персик обещал. Вот. Ну что, спать будешь дальше? Нет, надо паковать. А, так вот я смотрю, а ты еще не паковал. Ладно, я пока характеристики с них сниму, с этих саженцев. Извините, друзья, за многословие. Смотрим. Вот так они выглядят. Вот они, горшки. Так, и еще. Хочешь я тебя это, как говорится, чуть ли не бутылку стрелаю. Я сам им обрезку сделаю. Доверяешь? Доверяю сам. Ну смотри. Вот. Я хотел тебе помочь, Соня, после начала смены. Да, резать-то это не копать. Ну, Коля, выкопал. Так, ну что-то мы лишнего выкопали, а теперь проверяйтесь. Так, ну ты пока проверяешь. Итак. Так. А это потом, Коля. Что здесь интересного? Пакет давай. Так. Абрикос Серафим. Кстати, абрикос Серафим относится к поздней. Это я не тебе говорю, а всем говорю. Чем хороши поздние абрикосы? Я решил дать маленькую характеристику, то, что перед глазами. Чем хороши поздние абрикосы? Поздние зацветают, меньше попадают под заморозки. Правильно? Правильно. Вот. Снова Серафим. Повезло мужику. Так, что еще из абрикосов есть? Слушай, а этот... Это я смотрю непривитый. А вот. Но они молодцы. Это моя агитация, что надо брать и непривитые манжурцы. Это самое долгоиграющее. Так, что еще? Ну, где-то я тут видел хорошую сливу. Сувенир Востока. Может, по двое, года три, наверное. Ну, три не три, но двадцать точно. Три, на грядке рос, потом два года в горстке. Потому что я не успел привить. Так, ну, ладно. Что интересно, сезон дождей совершенно не сказался, и она не стала покрываться этими самыми грибами. Летом-то дождей-то и не было. О, а эти три недели осенние. Ну, это осенние, осенние, это ужас. Паршой не покрылась. Это здорово. Так, Черносриев есть. Отлично. Так. Ну, и так далее. Значит, показываю, как мы готовим ее к продаже. Кстати, тут где-то мой секретарь должен быть. Это хорошо, только ты без них не режешь, а то потом скажешь, что они такие маленькие. Так. Ну что, будем считать, что знакомство состоялось. Вот. Ну, сравнивайте с рыночными саженцами. Так, какое число, не помню. А? 20 какое. Сегодня? Да. 6-ое, а я сказал, 22-ое, 23-ое. 26-ое. Ну, впереди еще не зима. Будет то тепло, то холодно. В общем, успеют у людей прижиться. Пяшники не спрашивали? Не знаю. Я с продажами не занимаюсь. А, это вопрос к твоей супруге. Ну, ладно. Так. Ну, в принципе, понятно, что там говорить. Ну, вот, что там говорить. Ну, будем считать, что знакомство с осенней продажей состоялось. Вот. И благодарю за внимание. Ну, пока, я не знаю. Тема. Ну, подожди. Продолжение следует...